Так, а какой самый эффективный удар будет по Путину? Чудовищное испытание для той же Германии, но при этом для Путина, я думаю, что это будет, ну, конечно, удар, но не такой, не фатальный, это не выстрел, как говорится. Какой фатальный удар, Алик? Фатальный удар? Да. Закрытое небо, поставка, так сказать, истребителей-невидимок, Патриот и, так сказать, дело в шляпе. Победа будет через пару недель. Вот так? Да, истребители, невидимки, нанесение ударов по местам сосредоточения российских войск на территории России. Ну, а почему? Почему российские войска могут наносить удары, самолеты по территории Украины, а украинские самолеты не могут по территории России наносить? Я не очень понимаю. Ну, у нас же оборонная война. Слушайте, у вас война. А уж какая она там, оборонная или никакая не оборонная, это, так сказать, это уже какая-то такая литературщина, по-моему. Вот. Поэтому я не очень понимаю, почему нужно отказываться, так сказать. Если так враг сосредотачивает свои войска на своей территории, а потом уже нападает, почему по местам сосредоточения нельзя бить? Ну, вы меня спросили, я ответил, я отнюдь не призываю к этому. Вот. Вы меня спросили, что нужно для победы, я вам сказал, что нужно. Истребители, невидимки, системы Патриот, системы С-300, системы С-400, которые есть у турков. Полностью закрыть небо, завоевать превосходство в воздухе, сесть на танки и поехать вперед, вытолкать их за границу за свою. Ну, хорошо. А что дальше тогда? Ничего. Война закончилась. Вы вышли на свои границы, остановились. А Путин не пойдет снова? Ну, продолжить эти бомбардировки, чтобы не пошел. Откуда он пойдет, если вы все базы разбомбили? Если на 100 километров групп России, так сказать, он не может сосредоточить войска для марша на Украину. А что может привести к смене режима? Не знаю. Ну, вы, так сказать, вы разговариваете с конной, как будто я этот, знаете, вызываем дух Наполеона. Что может привести к смене режима? Откуда я знаю? Я же, так сказать, там не живу уже почти 9 лет. Что там у них? Какие настроения? Насколько, так сказать, внутри там раскол элит? Насколько генералы недовольны Путиным? Насколько Путин недоволен генералами? Есть ли там между ними, так сказать, противоречия между безопасниками и военными? Между, так сказать, там Росгвардией и ФСБ? Между ФСБ и армией? Между армией и МВД? Я не знаю. Поэтому мне трудно судить, что нужно для того, чтобы сменять режим. Ну, наверное, так сказать, я думаю, что устранить Путина. Но насколько это реалистично, я не могу оценить. Субтитры создавал DimaTorzok